Актуальные вопросы религиозной и светской культуры обсудили в городе Салавате. Третьи епархиальные образовательные чтения собрали специалистов различных областей – религии, педагогики, истории и философии. О том, как прошло открытие форума, смотрите наш следующий сюжет. В коридорах индустриального колледжа Салавата сегодня много людей. Все они собрались на пленарное заседание, открывающее конференцию, которая проходит в рамках подготовки к 24-м международным образовательным рождественским чтениям. В этом году по благословению святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла тематика 24-х международных рождественских чтений определена как традиция инновации. Культура, общество, личность. Такая направленность ежегодного форума явно говорит о стремлении обсуждать актуальные вопросы, касающиеся деятельности православной церкви в России и современного российского общества в их тесном взаимодействии. Владыка Николай подчеркнул, что одна из важных задач церкви – помочь человеку определить нравственные и духовные ориентиры. После выступления архиерея необходимость образования в своем докладе подчеркнул председатель духовного управления мусульман города Салавата, помощник главного муфтия в Приволжском федеральном округе Рамиль Хазрат Насыров. По окончании выступлений епископ Николай вручил юбилейные медали и грамоты. Награждались как взрослые, так и дети. Самые юные участники конференции – это лауреаты регионального этапа всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» и епархиального конкурса «Милосердие». Награждается Насибулина Сабина, занявшая первое место в городском конкурсе сочинений «Милосердие». Секции форума были не менее насыщенными, чем пленарное заседание. Широкий спектр вопросов богословского, исторического и педагогического содержания раскрывался в докладах и обсуждениях. Особенно остро обсуждалась проблема наркотической зависимости среди детей и взрослых. Конечно, очень страшно, когда человек потребляет алкоголь или наркотики, взрослые, но неимоверно страшные картины, когда потребляют наши дети наркотики. В Саловате регулярно совершаются молебны о страждущих недугом винопития или наркомании, а также заложен храм в честь иконы Божьей Матери «Неубиваемая чаша», где духовную поддержку всегда могут найти те, кто желает вести трезвенный образ жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...